Всем добрый день! Продолжаем с вами петь оду квасцам. Вот такой обыкновенный аптечный продукт, который нам помогает бороться с многими проблемами. Но мы с вами делали акцент в плане борьбы квасцов с запахом пота для нейтрализации. Я вскользко говорила, что квасцы можно применять при дерматитах, при опрелостях, при порезах, при ранках, при ссадинах. Даже произносила, что мы можем применять для интимной гигиены, потому что здесь четко прописано, что их применяли для спринцевания в гинекологии. Но мало кто знает, что квасцами можно укреплять ногти. Поэтому я сейчас поменяю ракурс камеры и покажу, как сделать средство, как сделать вот эту самую ванночку с квасцами для укрепления наших ногтей. Итак, давайте готовить наши квасцы для укрепления ногтей. Я уже в стакан теплой кипяченой воды добавила 1 чайную ложку квасцов. То есть нужно их полностью растворить. И я рекомендую квасцы чередовать с ванночками из морской соли. Например, сегодня мы делаем ванночку из квасцов, завтра морская соль, послезавтра снова такие квасцы. Чем еще хороши квасцы? Мало того, что еще раз повторю, что не все знают, что ими очень хорошо укреплять ногти, но они еще решают целый ряд проблем. Во-первых, квасцы обладают противогрибковым эффектом. Это очень важно, потому что сейчас мы с вами любим наращивать ноготки, используем всевозможные гели. В принципе, грибки можно подхватить не только в бассейне, но и даже делая маникюр. Поэтому это очень хорошая профилактика грибковых поражений ногтей и кожи рук. Это один момент. А второй момент, что квасцы обладают антибактериальным противовоспалительным эффектом. И они очень будут хороши при такой проблеме, как заусенцы. То есть, когда у нас с вами отдирается кожица. И когда эта кожица воспаляется и образуется такой гнойно-воспалительный процесс, как паранихия. Поэтому квасцы очень хороши, еще раз повторю, не только как профилактика лечения грибковых поражений, но и профилактика лечения всевозможных гнойно-воспалительных проблем, которые могут быть с нашими руками, с нашими ногтями. И вот фактически, пока я с вами говорила, квасцы практически полностью у нас растворились. Затем этот раствор переливаем в удобную мисочку или ванночку. Опускаем свои ноготки на 10-15, максимально 20 минут. После этого вытаскиваем, можно ополоснуть руки. Наносим свой питательный крем по желанию. И делаем вот таких вот процедур от 10 до 15. Еще раз повторю, что лучше чередовать с ванночками из морской соли. Но, если у вас какие-то вышеуказанные мной проблемы, грибок, заусенцы, паранихия, в таком случае лучше делать ванночки из квасцов в чистом виде. Поэтому берите себя на вооружение, делайте и будьте здоровы.